Сегодня я расскажу об одних из осложнений, с которыми сталкиваются пациенты после хирургического лечения меланомы и немеланомных опыслей – это лимфедема. Лимфедема является частым осложнением после лимфодектомии и, к сожалению, большая часть информации и клинических исследований лимфедема сосредоточена на пациентах с раком молочной железы. И, к сожалению, это может создать впечатление у других больных, что лимфедема является особым осложнением только лечения рака молочной железы. Но это не так. Распространенность вторичной лимфедемы на нижней конечности – это 35%, на верхней конечности – это 10%. Частота развития нижних конечностей после буслоу от 7% до 35%, лимфодисекция нижней конечности – 48% до 82%, достаточно большой процент. И верхняя конечность лимфодисекции – от 4% до 14,6%. В многофакторном анализе авторы выяснили, что на риск развития лимфедемы влияет хирургическое вмешательство, то есть объем хирургического вмешательства с последовательным удалением лимфатических узлов и облучение региональных лимфатических узлов. Это высокий предоперационный индекс массы тела и заболевания периферических сосудов. Стодирование. На нулевой стадии, как правило, это субклиническое состояние. Это когда еще видимых клинических признаков отеков нету. Питинг-тест, отрицательный тест ямки. Обычно в таких состояниях пациенты ощущают чувство тяжести, какое-то натяжение, рука ноет и какие-то непонятные ощущения, но по виду ничего не понятно. Первая стадия – это отек переходящий, который может появиться и регрессировать, допустим, либо в возвышенном положении, либо в вечернее время он увеличивается, к утру он проходит. Это положительный тест, питинг-тест. И также мы обращаем внимание, что пропадает сосудистый рисунок. Вторая степень – это уже отек постоянный, кожа уплотняется и появляется фиброз, с трудом собирается в складку и не всегда получается сделать из-за фиброза ямку. И третья стадия – это уже прогрессирование, когда, как правило, это уже трофические изменения кожи. И часто применяют такой термин, как слоновость конечности. Метод реабилитации, который мы применяем. Один и единственный метод консервативной терапии, поддерживающий лимфостаз, это комплексная физическая противотечная терапия – КФПТ. Она состоит из двух фаз. Первая фаза – это активная, куда входит ручной лимфодренажный массаж, компрессионная многослойная бандажирование, здесь на картинках, как раз это все представляю. Физические упражнения пациента в этом многослойном лимфодренаже выполняют физические упражнения для активации мышечной помпы. Уход за кожей, чтобы поддерживать увлажненность кожи. Обучение. И также обучаем пациента самостоятельно поддерживающей терапии. И вторая фаза – это поддерживающая. То есть, когда мы закончили, мы выходим на результат плата. То есть, когда мы убрали отек, наши размеры остановились. Не уточнилось, что данную процедуру мы делаем ежедневно, пока отек не выйдет на состояние платы. То есть, когда мы видим, что уже по замерам отек не уменьшается. И в поддерживающую фазу мы уже подбираем компрессионный трикотаж. Как правило, это трикотаж плоско-вязким. Круглая вязка, к сожалению, не удерживает отек, поэтому плоская вязка обязательно. Либо это специальные регулированные компрессионные системы. Вот здесь как раз видно на втором кружочке. Либо самостоятельное бандажирование. Также мы обучаем элементам самомассажа пациентов, физические упражнения, также уход за кожей и контроль. Мы обязательно предупреждаем пациентов, что очень важно вести дневник замеров. И на данном слайде я расскажу про то, как мы, собственно, работаем с этой проблемой. Верхняя и нижняя конечности – это многослойное бандажирование. Здесь как раз представлены фазы. И наши клинические случаи. Первая фотография – это пациентка у 8 лет. Там уже достаточно жесткий и большой фиброз. Но мы достаточно благополучно с ним справляемся. И пациентка каждое полгода приходит на бандажирование. И также мы хорошо держим результат. На второй картинке верхняя конечность. Здесь отек, у которого немного времени. Но, как вы видите, жидкостный компонент мы убрали. Но фиброз все-таки уже есть. И мы его, конечно, не можем никак убрать. И наш такой тяжелый случай был. Это пациентка, которая долго находилась на отделении. У нее долго стоял дренаж. У нее большой предоперационный лишний вес. Здесь мы отек убрали жидкостный компонент. Сначала мы попробовали обойтись плоским трикотажем стандартной вязки. Но, к сожалению, отек у нее достаточно агрессивный. И здесь мы уже ей подбирали плоский трикотаж по индивидуальным меркам. Такую мы обязательно выполняем. И также это рекомендуется при лимфедеме. То есть мы снимаем мерки, отправляем на пошив. И пациент уже носит трикотаж, следит за размерами. И если нужна профилактика, он обращается к нам где-то через полгода-год. Как правило, таких пациентов мы стараемся ловить еще в стационаре, чтобы рассказать им про профилактику. Так как лимфоста лучше профилактировать, нежели с ним встречаться. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Спасибо за приглашение на эту конференцию. Сегодня я буду рада рассказать вам о психологическом сопровождении онкологических пациентов. Но начать стоит с того, что ситуация онкологического заболевания воспринимается и как кризисная, и как экстремальная одновременная. Экстремальная ситуация — это ситуация с точки зрения психологии, которая угрожает жизни и здоровью человека. То есть это острое состояние, которое, как правило, выражается в виде испуга, шока, такого иступления. И в то же время это кризисная ситуация, когда настолько изменились вводные данные в жизни, что жить так, как раньше, уже нельзя, уже не получается. То есть те способы реагирования, те способы совладания, в том числе со стрессовыми ситуациями, уже не работают, и нужно как-то адаптироваться. А если мы вспомним, что это ещё экстремальная ситуация, человек находится в шоке, адаптироваться становится крайне сложно и тяжело. И поэтому практически все пациенты говорят о том, что первые дни после обнаружения заболевания они находились в таком состоянии, которое очень сложно описать. И в связи с этим основная задача психолога при сопровождении онкологических пациентов, в том числе и пациентов с меланомой и немеланомными видами рака, это адаптация. Адаптация к пациенту к новой сложившейся ситуации. То есть это возможность справиться, возможность по-другому реагировать в уже новой ситуации. Работая с онкологическими пациентами, мы опираемся на трёхфазную модель психологического сопровождения, помощи пациентам. Так как всё-таки это травмирующая жизненная ситуация, требующая большой внутренней работы для адаптации к новым обстоятельствам. Мы идём постепенно. Если мы говорим про первую фазу. На первой фазе основная задача – это принятие нового статуса, нового факта о том, что я болен, что ситуация изменилась, что теперь по-другому. Часто встречающаяся психологическая соседа на этом этапе – это отрицание. Зачастую пациенты, которые не готовы воспринять свой новый статус, стараются как можно дольше задержаться в этом состоянии, не болезни. То есть как можно больше оттянуть это точное фактическое утверждение того, что заболевание есть. И в связи с этим возникает проблема того, что некоторые пациенты не доходят до врача вовремя. Например, УЗИС направляет на консультацию к онкологу, а пациентка какое-то время, год-два ждёт, пока не станет, к сожалению, уже поздно. Поэтому здесь важность этой первой фазы – это взаимодействие с пациентом на раннем сроке обнаружения заболевания. И отреагирование эмоций и поиск опоры. То есть отреагирование того эмоционального состояния, того огромного эмоционального потенциала, который возникает в связи с обнаружением заболевания. Это, естественно, шквал эмоций, шквал переживаний, с которыми очень сложно справиться в этот момент самостоятельно. Поэтому здесь мы приходим на помощь и помогаем справиться с теми переживаниями, которые возникают. Иногда пациенты, даже часто пациенты, как будто бы приходят за тем, чтобы психолог каким-то чудесным образом помог чувствовать себя не так плохо или не чувствовать себя плохо, что, к сожалению, невозможно, потому что эмоции – это часть нас, эмоции – это важная часть нас, и поэтому испытывать эмоции и проживать их важно. Главное – это уметь делать. Иногда это очень сложно, поэтому здесь мы тоже помогаем в таком безопасном пространстве, в безопасном контакте со специалистом прожить, соприкоснуться с этим травмирующим событием, с этой ситуацией и взглянуть на свои переживания, встретившись с ними, и вот так их прожить, чтобы освободить место, освободить силы, найти тот ресурс для того, чтобы уже адаптироваться к новому состоянию. На второй фазе пациент уже приобретает опыт лечения, приобретает опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями, с врачами, со специалистами, уже знает, что такое, например, химиотерапия, уже как-то прошел какое-то первое знакомство с тем, что ему предстоит, что он будет делать, что будет в его жизни в ближайшее время и, возможно, задержится на очень долго. И это помогает и принять факт заболевания, и в том числе как-то уже понять, как будет выглядеть жизнь, как ее выстроить и что внедрить в свои привычки, в свою повседневность. Также здесь возникает потребность в контроле ситуации, то есть такая вовлеченность, которая реализуется через контроль. И разрешение экстремальной ситуации. На этой стадии происходит разрешение ощущения этой ситуации как жизнеугрожающей, то есть уже понятно, что я не умер. Часто бывает такая вот установка, что если это онкология, значит, это смерть. Вот у меня нашли рак, все, я умираю. Ну, примерно послезавтра, может быть, через месяц, ну, максимум через год. И вот это субъективное переживание близости смерти, неожиданное, естественное, оно воспринимается, проживает достаточно тяжело. И когда вот на второй фазе уже человек познакомился с тем, что, ну, вообще-то я что-то и не умер, и, значит, как-то вообще нормально, и если была проведена психологическая работа, ну, мы поработали с этой установкой, и в целом и вот здесь это напряжение немного отошло, и происходит такое разрешение именно экстремальной ситуации, как жизнеугрожающей, как опасной для жизни и здоровья. И на этом этапе многие пациенты заканчивают своё взаимодействие с психологом, потому что, ну, в целом я справился с этим острым состоянием, а так как с кризисами мы встречаемся часто, с какими-то сложными ситуациями, которые требуют от нас адаптации, такие как, ну, например, потери работы или авария, или ещё какие-то непредвиденные обстоятельства, которые просто вмешиваются и которым нам нужно адаптироваться, кризисы — это норма нашей жизни, поэтому с кризисами как-то человек привык справляться сам, и он как-то отходит. Но если же человек понимает, что это кризисное состояние, это тяжёлое, сложное, и ему нужна помощь, он остаётся, и тут наступает третья фаза. Она наиболее длительная, потому что здесь наиболее глубокая психологическая работа происходит. Она направлена на самоизменения и на реконструкцию личности, то есть на изменение представлений о себе. Здесь пациент задаётся вопросами, за что мне эта болезнь, для чего она мне, что мне теперь нужно делать, что она мне даёт и что она для меня значит. Здесь ещё стоит отметить про то, что есть религиозные пациенты, которым вера помогает дать себе ответ на эти вопросы. Каждый находит для себя ответ свой, который ему кажется наиболее подходящим, который наиболее отражает содержание его жизни, его переживаний, его представлений об этом мире. И ответы на эти вопросы очень помогают продвинуться в адаптации, в принятии болезни. Качество успешно адаптированного пациента, то есть пациента, который прошёл все стадии адаптации, с которой мы поработали, он умеет выдерживать неопределённость перед результатами исследований, перед новыми процедурами или новыми этапами лечения, с которыми он не знаком, о которых он только слышал, но тем не менее он может выдерживать это напряжение из-за неопределённости, эту тревогу. Умение контролировать себя. Контролировать себя в смысле человек осознаёт, что некоторые его действия, его ответственность за свою жизнь, они приводят к тому, что он умеет, вот в этом контроле над ситуацией участвует. То есть он не бессилен, он не беспомощен. И вот это ощущение беспомощности, потому что когда происходит заболевание, оно просто происходит, и человек чувствует себя максимально бессильным, потерянным. Когда мы возвращаем контроль над какой-то частью своей жизни себе, то это позволяет чувствовать себя лучше, нормально. Наличие интереса к жизни, то есть проявляется интерес, можно получать удовольствие, можно радоваться, можно жить нормальной жизнью. Той жизнью, которую хочется жить, а не той, которая вот случилась. Ответственное отношение к своему здоровью, то есть выполнение всех рекомендаций и назначений, и наличие крепких социальных контактов. То есть нет избегания контактов, нет изоляции, когда, например, сложно взаимодействовать с кем-то, кто знает, что у вас есть заболевание, потому что часто пациенты говорят о том, что не хочется испытывать жалость других, не хочется чувствовать себя неполноценным, потому что часто это переживается именно вот так, что я заболел, значит, я теперь неполноценный. Но вот с этим мы работаем, с этим мы справляемся, и в итоге в социальной связи пациенты не страдают. И отдельно хотелось бы поговорить о сопровождении пациентов на разных этапах лечения. Если мы говорим сегодня про сопровождение пациентов после локального лечения, то есть это уже выписка из стационара и после операционного лечения на этапе сопровождения пациентов, на этапе выпуски из стационара. Здесь одна характерная особенность – это такое двоякое отношение к будущему. Это и надежда на излечение, и в то же время страх рецидива, страх того, что произойдёт ухудшение, страх того, что снова это случится. И на уровне этого может произойти проявление невротической симптоматики вроде ипохондрии, страхов и тому подобного. И на фоне этого, кстати, может произойти такой уход в болезнь, когда пациент выписывает стационар, где за него отвечал врач, нес ответственность, врач говорил, что делать, что нужно назначал. Если пациент не проявлял активного участия в этот момент в принахождении в стационаре, в своём лечении, то как раз-таки, когда он выписывается, он пугается, потому что «а что же теперь делать?» и наоборот погружается слишком глубоко в своё заболевание. Также здесь характерно обесценивание полученного опыта болезни, потому что слишком больно, потому что тот опыт, который пациент только что получил, он слишком травмирующий, слишком тяжёлый, и хочется поскорее об этом забыть, оставить здесь и уйти. Но, к сожалению, это невозможно, потому что, как правило, лечение после этого может продолжиться, а даже если не продолжится, то наблюдение всё равно обязательно. Здесь же переживание неполноценности, о которой я уже сказала, и умение жить настоящим, как один из тех навыков, которые помогают справиться со всеми этими состояниями. И в завершении психологическое сопровождение пациентов на этапе проведения одевантной терапии, тут и химиотерапия, и лучевая терапия. Когда пациент не знаком с этими состояниями, он слышал, он что-то знает, знает, что может быть очень плохо, может быть очень тяжело. И вот это ожидание психологических, физических страданий, особенно если до этого не болело, ну то есть, например, если это какой-то вид онкологического заболевания, который не болел, не беспокоил, и чем нормальнее себя пациент чувствовал до обнаружения заболевания, тем тяжелее ему потом справиться с тем, что лечение вообще-то этого состояния, которое не болело, очень даже калечущее, сказывающееся на состоянии, и такое значительное. Вот здесь же эмоционально-физическое напряжение, связанное с своим состоянием, то есть когда начинается, например, химиотерапия, возникает такая слабленность эмоциональная, и астенизация, что сказывается и на снижении вовлеченности в процесс лечения, потому что как будто бы не помогает, всё плохо. И тут же пессимистическое отношение к лечению безучастность вытекает из-за этого, но ещё есть, как другая сторона, оптимистический уход от переживаний. Когда приходишь к пациенту, спрашиваешь, как ваши дела, если он говорит, что всё хорошо, тут нужно очень обязательно уточнить, что же хорошо, потому что это может быть действительно человек столкнулся с переживанием, справился и нашёл в себе опоры, ресурсы на то, чтобы справиться с этой ситуацией, а может быть наоборот, у него всё хорошо, потому что должно быть всё хорошо, потому что он должен справиться, и это такой своеобразный уход, наоборот, от переживаний, от того, с чем как раз надо было встретиться. Формирование внутренней картины болезни тоже происходит на этом этапе, и мобилизация пациента на преодоление трудностей через мотивы. Мотивы могут быть разные, это может быть мне ещё детей поднимать, это может быть, да я вообще-то ещё хочу карьеру построить, а может быть, например, что я же хочу прожить свою жизнь, я хочу ещё получить удовольствие, хочу ещё порадоваться. Мотивации бывают разные, но мобилизация на этом этапе, как правило, происходит. Вот. Всё. Спасибо большое за внимание. Спасибо.